Совместный проект концерна «Росэнергоатом» и фонда АТР объединил шесть литературных музеев из России, Литвы, Латвии, Белоруссии и Польши. Инициатором выступил Калининградский областной историко-художественный музей. Поводом стала важная дата – 200-летие опубликования поэмы «Времена года» Кристионоса Данилайтеса, которая вошла в список ЮНЕСКО. Этот проект представляет собой образец истинной народной дипломатии, которая содействует сближению и укреплению международных связей, а также развитию культуры и науки. Уникальность выставки в том, что здесь нет привычных нам готовых работ, только история, история, написанная от руки и напечатанная на пожелтевших страницах, отрывки произведений и обложки книг, фотографии великих литераторов. Именно многих из них, пришедшим на выставку ребятам из второй школы, даже не знакомы, но все они оказали огромное влияние на становление национальных литератур. Это Александр Пушкин, Янис Райнис, Кристионос Данилайтес, Йонас Майронис, Янка Купала и Адам Мицкевич. Их жизнь и творчество представлены так, словно они живые. Я не была на подобных выставках, и для меня это тоже оказалось таким открытием. Мне всегда и раньше, например, рукописи, почерк автора, это такая индивидуальность его ты увидишь. Ты как будто бы в этом писателе видишь живого человека, личность. То есть не просто произведение и автор, а именно ты видишь его человека, человека в нем, когда прикоснешься к его судьбе, к его жизни, к его творческому пути. Ребята и педагоги второй школы тоже пришли не с пустыми руками. Они подготовили открытый музейный урок. Совместно с учениками педагоги второй школы Елена Иванова и Ирина Шлемина подготовили презентацию, игры и инсценировки. Тему творчества белорусского поэта Янки Купала выбрали не случайно, ведь соседнее государство – самый близкий по духу для нас народ. Школьники читали стихи и рассказывали о жизни поэта, а педагоги помогали им на протяжении всего урока. Мы узнали о выставке где-то примерно две недели назад, что на бот в городе Несногорске, и было предложено школам города провести музейные уроки. Вот мы с Ириной Викторовной взялись за это дело, участвовали у нас дети 6-го А и 7-го А-класса. Мы разработали с Ириной Викторовной сценарий, подготовили презентацию и постарались сделать этот урок живым и веселым. В завершение урока мальчишки и девчонки украсили нарисованное дерево листочками того цвета, который соответствовал их настроению. В основном это была яркая желтая осень. Ребята отметили, что в таком формате усваивать информацию гораздо интереснее и легче, и что хотели бы чаще бывать на таких занятиях. Они остались в полном восторге как от урока, так и от выставки. Я, можно сказать, вник в историю. Я посмотрел про старых писателей, можно сказать, гордость нашей страны из-за граничных частей нашего света. Я очень был рад, в принципе, узнать все о этих писателях. Было очень занимательно. Ребята, которые выступали, тоже большие молодцы, что приняли в этом мероприятии участие. Все-таки тоже хорошая подготовка надо. Я хочу сказать большое спасибо концерну «Росэнергоатом», потому что они постоянно делают там какие-то подарки, всякие новые экскурсии, где-нибудь, куда-то выставки какие-то. Это всегда очень интересно. И в этот раз мне было хуже, чем в остальные разы. Выставка уже экспонировалась в Калининграде, Юрмале, Варшаве, Вильнюсе, Минске и Каунусе. И вот добралась до Десногорска. После нашего города при поддержке фонда АТР она посетит еще Курчатов, Нововоронеж, Волгодонск, Балаково, Удомлю и Сосновый Бор. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснат-ТВ.